Всем привет, подписчики и зрители канала! Сегодня у нас ролик, посвященный магазину Computer Universe. Это не третья часть, обещанная мной, не часть, посвященная бонусам, а некоторое внеплановое отступление, посвященное нюансам покупки. Дело в том, что в последнее время в личные сообщения ВКонтакте у меня приходят вопросы лишь на две темы. Первая – это как прошить телефон, а вторая – это как заказывать с сайты Computer Universe.net или .ru. Так вот цель этого видео – как раз-таки осветить те самые некоторые неочевидные вопросы. Возможно, выйдет и другая часть, опять же, все зависит от интереса, проявленного вами к этому видео. Все вопросы, взятые мной в ролик, были заданы вами либо в личных сообщениях, либо в комментариях на YouTube. Опять же, часть ответов на них я получил-таки благодаря вам. Но теперь начнем. Вопрос первый, что же касается гарантии. Для товаров, продаваемых на территории Российской Федерации, традиционно считается гарантия сроком в один год. На сайте Computer Universe, и, конечно, в магазине Computer Universe, традиционно считается гарантия сроком на два года. Однако, это может быть как преимуществом, так и недостатком. Например, если вы приобретаете товар, срок гарантии которого 5 лет, то от магазина Computer Universe вы получите обслуживание лишь в течение двух лет. Остальные три года придется просить у производителя, ну и непосредственно связываться с ним. Монитор, допустим, у вас фирмы Asus, на него гарантия 5 лет. Три оставшиеся года мы обращаемся на сайт asus.com и связываемся непосредственно с производителем по поводу своей модели. Также по гарантии это еще не все. Приведенный пример я оставлю полюбившийся мне монитор от Asus. Как я только что сказал, гарантии на все товары 2 года и на этот монитор 2 года. Допустим, мы пользуемся монитором, получили его, вроде бы как он включился и работает, например, через месяц у нас начались проблемы с матрицей. Как вы знаете, проблем с матрицей может быть огромное количество. Допустим, это произошло из-за перепадов напряжения, допустим, из-за некачественной сборки, ну или просто вам не повезло и вы получили бракованную модель. Если вы в течение 6 месяцев обнаружили недостаток, связались с поддержкой Computer Universe, отправили свой товар, то возврат средств по этому товару, по вашему требованию, будет осуществляться по той стоимости, которую вы, собственно, и заплатили за этот товар. Допустим, стоит монитор 450 евро. Выявили вы недостаток в течение первых 6 месяцев, связались, отправили его, вам возвратили эти самые 450 евро. А вот дальше начинается самое интересное. Если, например, мы с вами выявили недостаток после 6 месяцев эксплуатации. Само собой, полгода прошло, у нас еще полноценных полтора года гарантии, как думаем мы. Пишем в техподдержку и требуем, чтобы у нас за этот монитор вернули 450 евро. Однако возврат именно потраченных вами средств осуществляется только в течение первых 6 месяцев, то есть ту стоимость, которую вы заплатили. А остальные полтора года вам возвращается актуальная рыночная стоимость за этот самый монитор. То есть вы выявили недостаток в течение года, отправляете монитор, вы покупали за 450 евро. Само собой, за год эта модель немножко устарела, вышли другие, сейчас он стоит 400 евро. То есть вам 50 евро никто не вернет. Вам вернут лишь ту стоимость, которая сейчас указана на сайте Computer Universe этот товар. Пример с монитором, конечно, был не очень критичен, в принципе ничего страшного в этом нет. 50 евро не такие большие деньги, при том, что мы пользовались им больше 6 месяцев. Но вот что касается ситуации с видеокартами, здесь уже ситуация опять же поинтереснее. Это как раз таки та категория товаров, которую очень сложно проверить при первом осмотре, при первом включении. Видеокарта может безупречно работать полгода, а вот через год она может сломаться. И по каким-то внешним признакам определить ее неработоспособность будет очень сложно. Опять же, как и вернуть полноценную стоимость. Приобретали вы видеокарту за 300 евро. Само собой, через год она будет стоить не 300 евро, а уже 200, а то и дешевле. Видеокарты в стоимости и в цене очень сильно падают. Особенно если вы приобретаете новую модель, допустим, как сейчас новая линейка от компании Nvidia 1080 1070. Через год эти видеокарты могут стоить на 6-10 тысяч дешевле. И вот эти деньги вам точно никто не вернет. Вопрос второй. Немного коснусь бонусов. Это лично моя инициатива, такого вопроса не было, но я опять же хочу осветить этот момент. Безусловно, будет третья часть, в которой я постараюсь рассказать все подробнее и покажу на примерах. Однако, хочу поделиться с теми моментами, с которыми я столкнулся. Если мы с вами накопили определенную часть бонусов, само собой у нас есть желание их потратить. Мы заходим на сайт computeruniverse.ru, находим раздел бонусы, активные бонусы и, соответственно, их меняем. Менять их можно на купоны различного номинала, вплоть до 100 евро. 100 евро это 12 тысяч бонусов. И казалось бы, что здесь необычного? У нас есть бонусы, у нас есть купоны, копи, доменяй. Так вот только на сайте computeruniverse.net вариантов, на что именно можно обменять бонусов, гораздо больше. Например, на сайте с доменом .net мы можем накопить бонусов и получить бесплатную доставку. Мы можем купить программное обеспечение за бонусы. Ну и еще, опять же, пару интересных вариантов обмена. Безусловно, это для кого-то покажется некритическим, возможно, некоторые вообще не меняют бонусы. Ну вот это тот момент, который я заметил. Ну и опять же, сайт с доменом .net, безусловно, интереснее для покупателей. Но интереснее для покупателей, которые не проживают на территории Российской Федерации. Допустим, для тех, кто проживает в Германии. Итак, вопрос третий. Теперь коснемся пошлины. Много было вопросов. Пользователи спрашивали, что делать, если у меня посылка суммарной стоимостью 1500 евро. Например, разбивать ли на две части, на кого оформлять, как действовать, чтобы не взыскали налог 30% с посылки. Ну вот сейчас по этому поводу я и постараюсь ответить. Рассуждать, что выгоднее, одна посылка на 1500 евро и налог с 500 евро 30%, либо две посылки по 750 евро я, конечно же, не буду. Это очевидные некоторые вещи. Можно почитать все это дома с калькуляторами, ручкой в руке. А вот как действовать, если вы твердо решили, что вам выгоднее заказать две различные посылки, я сейчас расскажу. Например, если у вас суммарная стоимость посылки 1800 евро, и вы решили заказать две отдельные посылки на 900 евро. Я хочу вам поведать некоторую особенность нашей почты России, ну и вообще в целом, как у нас работает вся эта система. Если, например, вы заказали первую посылку на 900 евро, у вас ее упаковали и отправили, а затем вторую посылку на 900 евро у вас ее упаковали и отправили, и между этими посылками было хотя бы полтора-два часа. То есть был какой-то определенный срок, пусть небольшой, но по крайней мере он был. И заказали вы эти две посылки на себя, свое имя, на свой адрес, на свое отделение почты. То вот если по каким-то невероятным сечениям обстоятельств эти две посылки не окажутся на одном таможенном столе, и таможенники не увидят, что на этих двух посылках написано одно и то же ваше имя, то с вас никто 30% взыскивать не будет. У нас на территории Российской Федерации никакой учет 30%, тем более налогового обложения на превышение 1000 евро никто не ведет. Вообще в теории вы можете с разницей в один день в течение 30 дней заказывать посылки до 1000 евро, и тем самым перегонять товар на 30 тысяч евро. И по большому счету, если удача-таки от вас не отвернется, и две посылки не окажутся на одном столе, то никто с вас 30% и не возьмет. Эта система с налогообложением, как видите, невыгодна не только нам, но и невыгодна таможенникам. Кто хочет перерабатывать? Вопрос четвертый. Платить через PayPal, либо платить через банковскую карту? Карту Сбербанка я здесь пример приводить не буду, очень много вопросов про нее. Дело в том, что я не оплачивал карты Сбербанка, о каких-то тонкостях, нюансах я вам не поведаю, но в любом случае будьте уверены, будьте на чеку, что у Сбербанка свой курс конвертации. Если вы оплачиваете карту Сбербанка, то та стоимость, которая указана за товар у вас на сайте, будет немного отличаться. Чтобы узнать итоговую стоимость, зайдите в корзину, где вы добавили все товары, посмотрите стоимость в евро, затем зайдите на сайт Сбербанка и посмотрите курс конвертации, а затем перемножьте, допустим 500 на 70, если речь идет о евро, ну и прочее, конечно. Теперь вопрос, что же использовать, PayPal или карту? Если вы по моему совету в первом моем ролике, посвященном сайту Computer Universe, завели карту кукурузы, то у вас есть несколько вариантов. Первый вы заходите на сайт, накидали товар в корзину, добавляете карту и оплачиваете с картой. Безусловно, кукуруза берет 5% на случай возможных отклонений от курса, назначенного на день покупки, но в принципе вы можете оплатить картой и быть довольным, вы сэкономили 5 либо 6 евро. Либо вы можете привязать кукурузу к PayPal и платить через PayPal. Тем самым никто не освобождает вас от 5% от суммы для того, чтобы заработала кукуруза, от возможных колебаний курса. И еще около 6-7 евро, конечно, все зависит от общей стоимости покупки, это за пользование сервисом PayPal. PayPal это тот сервис, чтобы у вас не было головной боли. Вот если касаемо премиум доставки, я не рекомендую платить за воздух, не рекомендую платить за то, что в принципе вам не нужно, то 5-6 евро заплатить за PayPal, опять же, я рекомендую всеми каждому. Ситуации, безусловно, бывает масса, когда мы имеем дело с сайтом нерусскоязычным, нерусскоговорящим, а тем более с немецким, то есть английским, насколько я понимаю, вообще в целом у нас ближе для россиян, то в этом случае перестраховка не будет лишней. Сейчас я приведу пример, как я обычно заказываю с этого сайта. У меня, соответственно, есть карта кукуруза, которая привязана к счетам PayPal. Я выбрал необходимые товары, закинул их в корзину, выбрал пункт «Стандартная доставка и оплата через PayPal», ввел промокод, нажал «Оплатить» и на этом, как видите, головная боль у меня закончилась. Да даже, в принципе, ее здесь и не было. То есть все происходит интуитивно и достаточно понятно. Вопрос пятый. Что касается промокодов. Если вы уже смотрели мой ролик под названием «Как покупать на сайте Computer Universe», то, возможно, знаете, что любому новому покупателю я предлагаю скидку 5 евро. Для этого от вас ничего не требуется, просто заходите в вашу корзину, внизу в разделе «Активировать промокод» вводите этот промокод и получаете скидку на 5 евро. Промокод я сейчас оставил на экране. Также сейчас от магазина действует и новая акция. Когда заходите на сайт, у вас выскакивает баннер, на котором написано «Введите вашу почту». Вы вводите почту и у вас на почту приходит письмо с подтверждением. Подтверждая адрес почты, вы получаете еще 5 евро. То есть, получается, 5 евро у вас есть от меня на первую покупку и 5 евро у вас есть за подтвержденный почтовый ящик. Если, например, вы не заказываете часто с сайта Computer Universe и не копите бонусные баллы, то при каждом новом заказе можете заводить новый аккаунт. И в суммарном количестве у вас будет 10 евро. Мой промокод не имеет срока действия, также как не имеет срока действия промокод по подтверждению почты. То есть, с каждого нового аккаунта вы получаете 10 евро. Ну и последний вопрос 6. Здесь я постараюсь рассказать сразу о двух темах. Но постараюсь рассказать вкратце, не буду затягивать. Под вопрос первый. Если вы сравнивали сайты с доменами .ru и .net, то, возможно, обратили внимание, что на сайте .net стоимость выше, а на сайте .ru стоимость чуть ниже. С чем вообще это связано? Ответ очень простой. У немцев идет налог 20%, поэтому стоимость у них всех товаров на 20% выше, чем у нас. Тем самым ей объясняется, по метке на сайте с доменом .ru практически у всех товаров без МДС, включая доставку. Без МДС, МДС-то 18%, я 20% сказал, чтобы округлить. Ну и вот, в принципе, этим у нас с вами и отличается стоимость. Для дорогостоящих товаров, ну, например, товаров 1000 евро, это будет скидка аж целых 200 евро. В этом плане нам с вами, жителям Российской Федерации, немножко повезло. Ну и второй под вопрос, это даже точнее не под вопрос, а некоторое рассуждение, связано прежде всего с тем, что на сайте с доменом .ru очень мало товаров по сравнению с сайтом домена .net. Например, совсем недавно на домене .ru пропали квадрокоптеры DJI, пропали некоторые видеокарты, пропала часть мониторов. Чем это объясняется, я вам сказать не могу. Я уже завалил, не знаю, пятью-шестью письмами поддержку Computer Universe. Никто мне не отвечает. Отвечают очень стандартные по поводу бонусных баллов. Никто не хочет обсуждать эту ситуацию. Если заходим на .net, у нас активны все товары. Если заходим на .ru, то у нас видно, что допустим, есть такой раздел квадрокоптер, есть такая фирма DJI, в которой есть 500 товаров, например, заходя на которые, я получаю вывеску на весь экран. Извините, но товары не найдены. Попробуйте изменить фактуру поиска. Возможно ли, что в дальнейшем на домене .ru товары очень сильно сократятся? Да, это возможно. Если, например, вы думаете заказывать что-нибудь в ближайшее время, стоит ли это откладывать еще на больший срок, я думаю, не стоит. Неизвестно, что будет дальше. Это не касаемо колебаний валюты, это касаемо наличия товаров. То есть, было у меня в планах, например, заказать квадрокоптер, и сейчас я его, в принципе, не смогу заказать. Вот такие проблемы иногда можно встречать. И моя рекомендация, если вы что-то решили и твердо намерены покупать, лучше с этим не тянуть и по возможности приобретать сразу. Ну, а на этом пока все. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайки. И обязательно, если у вас есть какие-то предложения и комментарии, если вы сталкивались с какими-то проблемами, или у вас есть рекомендации, пишите все это в комментарии. Пишите не только под этим роликом, пишите и под другими роликами, связанными с сайтом Computer Universe. Безусловно, если такой формат вам понравился, то возможно будет вторая часть, а возможно будет и третья часть. Вообще, моя цель – осветить все нюансы и все тонкости работы с этим сайтом. Возможно, в дальнейшем буду и расширять формат. Опять же, все зависит от интереса, проявленного вами к этому видео. Ну, а если понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал и до встречи.